Добрый вечер! Вы смотрите программу Якутия в деталях. С вами Яна Бабаева. На базе поликлиники номер один действует детский центр восстановительного лечения, где одной из успешных практик является хомусотерапия и национальное пение Таюк. Именно такие подходы смогли зарекомендовать себя, как одни из успешных в борьбе с задержкой речевого развития у детей. И с нашей сегодняшней гостью, медицинским логопедом, учителем музыки, специалистом детского восстановительного центра Натальей Хабытовой, мы поговорим о том, как нашим детям помогать запустить речь и наладить общение. Добрый вечер, Наталья Накентьевна! Добрый вечер! Давайте расскажем нашим телезрителям, и заодно мне, что за практика такая хомусотерапия, кто ее придумал и когда ее начали внедрять. Хомусотерапия — это вид музыкотерапии. Музыкотерапия у нас бывает активная, когда мы играем на хомусе, и рецептивная, пассивная, когда мы слушаем хомус. А вот именно в нашу поликлинику, в детском восстановительном центре, предложила работу Алевтина Васильевна Эверстова. И мы начали работать именно под этой методикой с 2019 года, и вот начали концентрированно заниматься с этим. После ковидное время, получается, до 2021 года у нас чуть-чуть проостановилось из-за ковида, поступлений детей было мало. И сейчас вот возобновляем, получается, с 2023 года. Вот не так давно вы побывали с коллегами в Москве, где к вашему методу работы было очень пристальное внимание, насколько мне известно. Вот поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, что это было за мероприятие и каких успехов удалось достичь? Ну, мероприятие было для меня очень масштабным, очень приятным. И я прямо ощутила себя как-то звезда, а не логопед. Очень много внимания именно жителей других регионов, не только якутов, получается. Заинтересованность меня как бы удивила. Выставка сама проходила в Москве на ВДНХ. От имени здравоохранения Республики Саха-Якутия мы вот поехали к коллективам, получается. В нашем коллективе у нас четыре было, да? Получается, Эверстова Алевтина Васильевна, я, Хабутова Наталья Накентьевна, и педиатр наш Степанида Николаевна, и наш невролог Дария Николаевна. Ну, считаю, прям заинтересованность других народов нашего необъятной Родины прям меня удивила. И сама от себя вдохновилась своей деятельностью. А то у нас всегда как будто считают хамус, хамус, мы сами играем, думаем никому, это неинтересно. Я вот сама учитель музыки, да, получается, изначально, с 2015 года закончила и играла. Ну, как бы в шкафчик положили, да и все, и забыли, да? Вот сейчас, получается, наш главный врач, получается, с 2019 года предложил вот такую работу, и мы начали, как бы, внедрять нашу работу. Сначала мы, как бы, делали это как слушание, да, хамуса. Потом, как я, вот специалист-логопед, поняла то, что хамус очень хорошо может активизировать зону фониматическую, артикуляционную, голосовые связки и, конечно же, диафрагмальное дыхание. Это очень важно оснащать кислород в головном мозге, да, получается, и развитие мелкой моторики, и логаритмика. Все в одном мобильном маленьком нашем инструменте, и это, как бы, рассказываем вкратце в этом форуме. Там буквально прохожие проходят пять минут, а мы так за пять минут быстро поиграли, быстро показали, и рассказываем вкратце, и они сразу захотели купить этот хамус, дайте, продайте. Но я говорю, мы учителя, мы медики, мы не можем продавать здесь, они прям, мы очень хотим купить, мы все очень в восторге были. Даже в конце нашего форума нам букеты подарили, было очень приятно, прям, как бы, не скупы на вот похвальство, да, получается, как... На комплименты. На комплименты, вот, очень было тепло и радужно, все прошло очень высоким, и прям для меня это, как, знаете, не как работа или как бы этот ответственный выход, а как с удовольствием. Я вот как раньше учитель музыки вот этим всем занималась, и вдруг от кабинета я вышла вот в мир, и мне очень понравилось. И сейчас, конечно, я вдохновлена всеми этими, и хочу в дальнейшем вот использовать его логопедии, уже концентрированно включать в свою деятельность, и чтобы дети, конечно же, наши заговорили, мелкая моторика, чтобы развивалась, да, и всем в общем и целом. Ну, хамусотерапия — это отличное подспорье в реабилитации и в запуске речи у детей. Вот расскажите, как малыши реагируют на занятия, и с какого возраста можно начать приходить к вам, и какой эффект виден сразу, и виден ли он вообще сразу? Да, вот очень хороший вопрос. Детям, конечно, с рождения можно давать, да, слушать, но именно обучать к этому уже, когда зубы меняются, потому что прикус может меняться, поэтому детям с 6-7-8 лет, ну, смотря как у ребёнка зубы, да, если, конечно, прикус неправильный, то уже, конечно, невозможно. Поэтому это сугубо индивидуально, да, подбирается. А вот как слушание, которое с 2019 года у нас вот это всё и велось, уже возрастных ограничений нету. У нас дети с 6 месяцев до 18 лет ходят. Так что, конечно, не могу сказать, мы всем можем предлагать, да, потому что это много детей, поток в потоке в одном 20-30 детей, но кого можем, мы по 5 детей, получается, сенсорную комнату заводим, и они там лежат в кушетке и прям слушают музыку, да, получается, хомос. А потом, конечно, идёт как от меня, да, развитие сначала, конечно, диафрагмы начинается, не сразу хомус дали ребёнку, конечно, тренировка дыхания, артикуляции, звуки разные, вот, гласные звуки, потом наши дифтонги якутские, да, надо обучать, конечно же. И вот как надо держать хомус, да, очки надели, да, вот эти тренировки детям, конечно, очень интересно. Вот реакция именно в этом ВДНХ была, такие маленькие дети в колясочке с мамой ходят, там вообще очень много вот этих регионов, да, получается, и все друг друга вот перехватывают, заинтересовывают, получается. И дети, прям малыши, прям далека сразу, как будто кто-то их внимание именно к нам, они подходят, слушают, и начинает ритм, прям маленькие дети вот так танцуют. Вот меня это очень удивило. Раньше я вот в таком варианте никогда не видела, в кабинете же индивидуально всё идёт, а тут дети сами вот танцуя, подходят, ещё, да, на бис, ещё раз, и вот так прям это меня вообще вдохновило очень сильно. А вот у вас занятия проходят, да, вы задаёте домашние задания? Конечно. Домашние задания именно проходят как вот артикуляционные упражнения, дыхательные упражнения, вот которые я показала, да, вот мелкую моторику, как держать. А вот после обучения, как уже ребёнок научился, у нас цель и задача не виртуозно играть, да, а развивать именно дыхание, чтобы ритм хороший был, вот именно хорошо отбивать ритм, мы учим, да, получается. Конечно, дети сначала очень на это зубы отбивают, язычок бывает, и тяга к этому всё проходит, поэтому начинать надо очень постепенно, не заставлять ребёнка только по желанию, получается. И домашние задания я пытаюсь давать элементарные, не такие тяжёлые, прям в школе, чтоб сидели, вот такого я не заставляю, и даже в своей логобедии не заставляю. Это самые простые задания по-хомусу. А вот в каком возрасте родители должны заметить, что у ребёнка есть проблемы с речью? То есть не все же дети должны заговорить, например, в год и четыре, в год и два. Все же по-разному развиваются. Но вот когда нужно понять, что вот что-то идёт не так? А можно уже вот с раннего, да, когда ребёнок рождается, да, на свет, у него вот именно вот грудь сосать, если грудь плохо уже наберёт, то это уже сигнал. Уже сигнал, то что или попёрхивается часто, или вот лежит, гуления нету, вот три месяца, вот это если нет, это тоже сигнал. Или не переворачивает, значит, моторная недостаточность ребёнка. Или наоборот, бывают дети, которые торопятся вставать. Вот это тоже, девики, гиперактивный гипертонус. Это тоже может быть подсказкой для родителей, что есть уже какие-то ненормативные уже отклонения. И вот у нас сейчас все пирешки, да, твёрдую еду очень поздно даём. Конечно, артикуляция уже мы визуально, как бы, не как визуально даём, как бы, отстаётся сама по себе. Мы сами родители из-за гиперопеки не даём это всё и опекаем, поперхнётся. Конечно, из-за этого и задержка идёт. Ну, два-три раза поперхнётся в виде, вы сразу же можете это помочь. А потом он сразу будет выплёвывать, если там что-то не такое попало. Вот у меня самой маленький ребёнок, вот 2020 года, вот эксперимент доказан на ней. Я вот с четырёх месяцев уже потихоньку начала давать твёрдую пищу, получается. И она и вправду вначале очень сильно попёрхивалась, прямо лох-красная становилась, я сама волновалась. Но через три-четыре попёрхивания под присмотром, да, получается. Ребёнок сразу уже начинает сам выводить от себя. Вот именно поднимание нёба очень хорошо идёт, заднего спинки языка, по-другому сказать. И когда у вас роды, конечно, затруднённые, это тоже как бы посыл, да, сигнал. Кесарева тоже, тоже сигнал. Если у вас в Кесарево был ребёнок ранний, ну, это-то как бы уже надо сигнализировать и готовиться к тому, что может быть что-то нарушение. Но это не ко всем детям относится. Всё сугубо индивидуально. Генетика тоже много решает, задатки родительские, да, вот это тоже может. Большой компенсаторный деятельность ребёнка тоже высокая может быть. Так что этот ребёнок так сделал, так что следующий тоже так сделал. Такого не бывает. То есть даже в одной семье дети по-разному. Да, вот, ага, первый ребёнок не заговорил, а второй наоборот. Или наоборот тоже, да, первый плохо заговорил, а второй догоняет и помогает второму. Тоже такое бывает. Но сигналы уже можно с рождения даже, да. Если желтуха сильно тоже задержку даёт, сильная желтуха. Желтуха в норме хотя бы недели должны идти, а не в месяц. Это уже тоже задержку даёт, тоже сигнал. И грудное скармливание лучше до восьми месяцев, как минимум до мати, смешанно хотя бы. Но после восьми можно и прерывать. Ну, конечно, там тоже аллергия, если есть, тоже можно. Но если вы перерываете вот это грудное скармливание, то надо артикуляционной вот этой ватной палочкой двигать, во рту копаться. Вот это уже начинается, уже ваша работа получается. Если хотите грудное скармливание приостановить, то уже надо что-то добавить. Ага, компенсацию надо тоже делать, получается, маме уже. И вот приучение к памперсам, да, вот это раздражитель же. Ребёнку должно быть противно от того, что некомфортно. А мы всё это притупляем, да. Ребёнок никакого, да лежит себе, ничего не этот. Ничего ему не надо, и говорить ничего, не надо спрашивать, ничего не нужно. Еда сама идёт, и даже плакать не надо. Уже пожевали её, да? Да, 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 и сразу пожевали, дали. У нас режим дня даже очень хорошо соблюдается, да, у мамы. Ребёнок даже мало плачет. Вот смотрите, раньше дети, когда плакали, у них же диафрагма уже хорошо развивается. Прямо живот видно, как они надуваются. Ребёнку нужно плакать даже. Я всегда давала своей девочке где-то буквально 15 минут перед сном, чтобы прям она очень хорошо кричала в детстве. Конечно, это нервы мамы, но это во благо, во благо. Поэтому раздражители с детства надо, чтобы не исчезали, а наоборот, как вам сказать, возмещались чем-либо. Вот, а чего нельзя делать дома? Вот я как-то слышала такую информацию, что не стоит говорить ребёнку. Повтори, скажи, допустим, мама, скажи папа, вот, что вот такой подход всё портит. Так ли это? И насколько я знаю, что с ребёнком нужно постоянно разговаривать. Он только родился, нужно с ним болтать, чтобы он слышал речь всегда. Так? Очень правильно. Вот мы сейчас перестали общаться, да, с ребёнком, напротив, получается. Прям, я всегда родителям говорю, вот, если консультации до года. Прям, красьте губы хоть фиолетовым, хоть чёрным, чтобы ребёнок видел, что у вас губы двигаются, да. И эмоции. Сначала же ребёнок на эмоциях подпитывается. Грустный голос, весёлый голос. Они же начинают плакать. Это уже реакция хорошая идёт. И это постепенно начинается ба-ба-ба-бу-бу-бу. Это шесть месяцев они начинают, когда кушать, прям играет едой. Это всё брызгает. Не надо так делать. Такого не надо, да, обязательно надо. Ой, уже всё играет. Давай ба-ба-ба, бу-бу-бу. Я вот начала именно вот с слогов. А-о-о, а-гу. Вот так с ребёнком очень. Как будто общаюсь на одном здесь. А-гу, высоко, низко. И мой ребёнок повторял. Вот это надо чуть-чуть подкреплять. Тогда ребёнок начинает другие придумывать звуки. И вместе с ней как будто разговариваешь. Вовлекается, да? Да, вовлекается, конечно же. И прям щучки. Массаж обязательно. Вот думаем, что здоровый ребёнок родился, и массажа не надо. Всем надо массаж. Вот буквально всем. И взрослым, и детям. И вот с рождения тоже как... Как оздоровление, что ли. Надо два раза в год обязательно массаж проходить. И здоровым его, с нарушениями тем более. А ещё я слышала, что для того, чтобы запустить речь у ребёнка, нужно свозить его на море. Вот. Ну, или, например, просто, может быть, если возможности нет, на море свозить, то действительно сменить обстановку. Да. Что это благотворно влияет. Конечно же. Тем более, когда мы в городе живём, да? Пространство маленькой квартиры, да, маленьком получается. Ну, даже двухкомнатный, трёхкомнатный. Это всё равно маленькое пространство. И смена обстановки, и смена, вообще, нахождения ребёнка. Конечно, это толчок делает для ребёнка. Ну, море, конечно, по желанию море. Песок, гальки. Летом, конечно, очень хорошо. И на наши сайлыки, районы, чтобы ребёнок поясиком проходился. Комары покусали, раздражали, да, вот всё тело. И много-много кислорода обязательно. У нас в Якутске очень холодно. Зимние дети, реально кислородное голодание. Внутри утром уже у нас находится всё это. Поэтому, когда даже беременные, после родов надо гулять. Я всегда говорю, что дети, которые летом и весной родились, им повезло, им. Они могут выходить почаще, да, гулять. А вот с зимним детям, вот как раз моя родилась в августе. И мы домой зашли, и это уже... До следующего года. До следующего года нельзя. Но я всё равно до декабря водила. Представьте, до декабря, до минусу 60. Я всё равно на 15 минут каждый день. Конечно, это трудно, но надо. И вот кислород очень важен для маленьких детей. И вот когда мы летаем, да, получается, это смена вот этого кислородного... Конечно, на юге больше кислорода. И, соответственно, толчок хороший пойдёт. И речь развивается, намного быстрее будет. И в деревнях воздух почище. И люди... Набили родственников, да? Да, да, да. Все разговаривают. И сейчас я вот заметила, наши городские дети, вот получается, они в одном помещении сидят, воздуха нету, и не двигаются, все в телефоне, мышечный тонус повышается. Конечно, у них, как говорится, мозги очень даже умные, они очень хитрые. Но они из-за того, что смотрят телефон, сигналы, которые должны вот двигательную активность проявить, они притупляются. И ребёнок прям сидит, даже глазами не моргает. Вот представьте, какое вот именно влияние плохое делает. Я вот дала своему ребёнку где-то к двум годам. Мой ребёнок активный, да? И тут мой ребёнок где-то 15 минут лежит, ноги скинул, такой деловой. Я прямо увидела мне этот сигнал, что это ненормально. Мой ребёнок бегает, прыгает, смотрит, что-то делает. А тут он спокойно, как взрослый, лежит. Это меня насторожило, и я сразу телефон убрала. И сейчас у моей девочки интереса к телефону нет. Она, наоборот, ко мне подходит, убирает телефон. Пойдём играть, да? Да, кладёт прям сильно. Нельзя говорить перед сном. Вот это меня тоже дисциплинирует. Я, конечно, ребёнку запрещаю, а самое это тоже не дело. Родителям тоже надо меньше смотреть. Телефон. То есть больше внимания уделять семье. Да, да, да. Общаться с ребёнком, играть. И если ребёнок тебе неудобен, то есть он везде скачет, всё мешает делать тебе, что бы ты ни было, это правильно. Так и должно быть, получается, верно? То есть когда он сидит, наоборот, это очень плохо. Настораживать должно всё это. И, как говорится, чем больше двигать... Ой, нет, ну ладно, дальше вопрос задать. Так, ну вот хотела вас спросить о билингвах. То есть это люди, в нашем случае дети, которые говорят на двух языках. Вот есть ли с ними какие-то особенности? Или здесь мы придерживаемся одной и той же схемы, только на двух языках? Бывают, да, конечно, билингвы, это, конечно, задержку делать могут. Если речевые неврологические нарушения изначально были, они не могут два языка осилить. То есть они не могут переключаться между ними? Для них это сложно? Они путаются. Путаются, да? Путаются. Вот, к примеру, мама якутски-язычная, да? А папа русски-язычный. Внутриутробно ребёнок слышал именно наш язык. Вышел, а тут совсем другое, да? Вот все по-русски разговаривают. И ребёнок начинает путаться, и обратно анализатор слуховой. Обратно барабанную перепонку по-другому тренировать. Или наоборот. До года ребёнок разговаривал на якутском, и в детский сад пошёл, и там все по-русски. Тогда откат идёт. Речь, наоборот, начинаются вот всякие выдумки. Они думают, что мы разговариваем так, и они начинают выдумывать. Разговаривают, но на своём выдуманном языке. Лепетно. Даже не лепетно. Лепет — это когда ещё му-му, мяу-мяу-да есть. Они на своём языке. Из-за того, что им трудно воспринимать два языка. Но если интеллектом неврологических нарушений не было, то ребёнок в норме должен владеть двумя языками. И русским, и якутским. Если какие-то отклонения были, то трудности будут. Я вот говорю, ну ладно, мы с рождения на двух языках же общаемся, да, получается, якутский и русский с рождения. Я даже не помню, когда я на русском начала говорить. Английский точно нельзя до трёх лет. Если у вас ещё русский, якутский и английский... То это прям каша будет, да, у ребёнка? И английский вообще, они... У них, знаете как, даже в год, если начинают телефон давать, они выборочно выбирают именно английский язык. Потому что она не костлявая, как наша. Да? Звука р нет, г нет. И тем более на якутском джи вот этих звуков нет. И они прям... Как раз под ним плавненько. И прям фонематический слух сильно нарушается, очень сильно нарушается. Я вот говорю из своего опыта, английский запрещайте. Это потом, когда он овладеет или русским, или якутским, только потом добавляйте. Ну, бывают дети, конечно, гениальные, могут и на трёх языках. Но всё равно, если даже ребёнок в три года хорошо говорит, пишет, даже бывали у меня такие дети, пишет, читает, разговаривает на двух языках, да. Математика. Вот три года, представьте, ребёнок умеет. А вот пришли ко мне, значит, ищем заиканье. Это тоже нарушение речи от этого. Если в детстве не избавиться, то на всю жизнь. Так что не надо нагружать ребёнка. Всё должно быть сугубо по желанию, по особенностям ребёнка. А вот можно исправить речь уже во взрослом возрасте? Или уже, если время упустил, то назад дороги нет? Конечно, можно. Усилия, труд, всё перетрут, как я всегда говорю. Если человек хочет, желает и слушается специалиста, логопеда получается в нашем случае, то можно исправить. Я всегда своим, иногда бывает, даже друзьям пытаюсь ставить, новым знакомым, показываю, как надо. Ну, если будете прям скороговорки читать, упражнения делать, почему бы и нет, вы сами должны этого хотеть. И вот заиканье тоже можно корректировать. Это же возрослую жизнь очень мешает. От этого можно тоже избавиться. А вот заиканье — это речевая проблема или больше психологическая? Она может быть неврозоподобная, это из-за того, что травмы были, и псевдоподобная, да? Точнее, неврозоподобная — это значит, уже изначальные нарушения были, а псевдоподобная... Ой, я извините, что-то перепутала, но, короче, псевдоподобная и неврозоподобная есть. Заиканье. Там дезортрического характера, да, получается, язык плохо слушался, из-за этого спазмы пошли в детстве, и в 5 лет появилось заиканье, да? Ребёнок уже понимает то, что плохо разговаривает и стесняется, и у него начинается вот это... Так вот, вот это уже задатки первого сигнала, то, что заиканье начинается, или он торопится, суетится прям, или вообще, когда очень сильно начинается заиканье, они откидывают прям... Вот это, вот это... И начинается. Вот это уже тоже задаток. Если так делает ребёнок, сразу темп жизни уменьшайте. Телефоны противопоказаны. Занимается пением, бассейном, танцами, спортом. Очень полезно заниматься, я вот всегда так говорю. Заиканье это, конечно, очень... Если рассказывать, то рассказывать можно. Я вот как учитель музыки начала сначала работать именно заикашками, да, получается, детьми. И взрослые тоже подходили. Вот если даже сейчас сказать, у меня тоже есть заиканье. А незаметно. Было у меня заиканье, я просто изнутри, вот сначала как учитель музыки, да, получается, выступая, да, себя вот именно из зоны комфорта вышло, да, но всё равно я вот, у меня всё равно было, вот когда выступаю, вот тем более рассказываю, мне иногда бывает повторение, тавтология, так, так вот. И спазмы сильные были, вот вы не поверите, у меня спазмы очень сильные были. Потом я вот в логопедии поняла, откуда у меня это всё, и как специалист в себя это сократило. Меня только, когда я сильно устаю или сильно вольнуюсь, бывает. Ну, сейчас я вот, как видите, контролирую. Хорошо. Давайте поговорим про запуск речи. Вот на самом деле это миф или реальность? Вот в социальных сетях часто можно увидеть ролики, как люди запускают речь, то есть это они развивают мелкую моторику, вот с щёточками, с маленькими, с ватными палочками занимаются. Это всё правда? То есть можно самостоятельно, допустим, без обращения к специалисту, только глядя на ролики, запустить речь ребёнку? Или всё-таки нужно сначала сходить к специалисту и потом уже заниматься? Вот как лучше сделать? Вот здесь я посоветую. До трёх лет можно смотреть. До трёх лет. Мы же не можем до трёх лет ребёнку какое-либо заключение логопедическое. Не имеем права даже. Только максимум за р-р-р ставить, да, задержка речи в развитии. А после уже настоящие логопедические заключения идут. О-н-р, за р-р-р, ф-р-р-р, ф-н-н, вот эти, да? Это что? Ф-ф-н, это фонетика, фонематическое нарушение. Плохо слышать из-за этого выговаривает, да? Такие нарушения. Р-р-р-р, это задержка речевого развития. Это до трёх лет, три года можно ставить. Вот в этот период мамам обязательно надо смотреть, вот как щёточкой как раз, так и диафрагмы, артикуляционные упражнения, дыхательные упражнения. Вот дома можно, я вот всегда говорю, тарелочку, вот это сок, да, или бережку, облизывайте. Вот эти легкие шоколадки, да, вот это. Большие, если садости даете, большие, вот прям чупа-чупся, чтобы ей трудно было. Мороженое именно облизывать, к окошечке играйте, вот всегда я так говорю. Вертушки, мыльные пузыри, прям это всё же можно купить сейчас, да? Ребёнку весело, и вы сами как бы отдыхаете. Далее вот здесь, когда намазали, вот облизывай себе. Я всегда на домашние задания даю такие задания, да, чтобы детям было нетрудно и родителям было весело. Потому что сама как родитель, я понимаю, дома мы сами работаем и устаём, конечно, и хочется побыть спокойствием, да, а не как в школе заниматься. Поэтому всё должно вкратце, и прям на две минуточки, а не вот так, чтобы сиди, давай сейчас будем заниматься. То есть это всё должно быть в игре, да? Да, в игре, вот прям прям, даже букву можно в игре отучить. Просто приклеил, покрасил букву А, да, например, красным цветом. Приклеил где-то торжественно, проходишь мимо и говоришь А. И всё, даже не говоришь ребёнку, повтори это. А сама вот так и приходите А. А, и в следующий раз она к вам подойдёт и говорит А. А, вот так, вот так вот надо букву учить, а не заставлять, получается. Ну вот. Начинайте всегда с гласных звуков. По методике Зайцева, по-моему, можно с четырёх лет даже начинать. С трёх-четырёх лет букву учить и даже читать, с пяти лет научить. Так что флаг вам в руки. До трёх лет можно мамам самим, да? А после трёх уже обязательно идите к специалисту. Хотя бы на консультацию в три года. Всё ли у вас в порядке? Даже если вы считаете, что всё хорошо, у меня ребёнок супер, он уже читает. Заикание может пойти, как я говорю. Лучше провериться на всякий случай, да, к логопеду. А если вот хотите именно звукопроизносительные части, ребёнку с трёх до четырёх лет, с относительно, да, по процентам, 60-70% ребёнка, должны говорить к трём годам К, Г, Д, Т, Б, П. Если вот эти звуки говорить, значит уже ку-ку, если говорить, всё хорошо. Да, после четырёх, четыре и пять шипящие звуки ставятся. У нас Ш, Ж, дифференциация З, С, да, должно идти. И после уже пяти, шести уже ставится звук Р. Не надо раньше времени требовать с ребёнка буквы Р. Это неправильно. Ребёнок-то хочет, чтобы мама, папа похвалили, и ставит себе какой звук? Картавый звук. Вы же с рождения, как родились, не начинаете же ходить? Вот так же язычок не сразу начинает двигаться. Сначала спинка языка поднимается, потом средняя часть, да, языка, потом кончик. Тем более Р очень сложный звук. Там спинка должна напрягаться чуть-чуть, а середина, наоборот, расслабится, а кончик языка прям обхватывает, как чашечка. И потом ещё выдох сильный должен быть. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Это уже неправильно, конечно. Вы быстро пытаетесь все это делать, а ребенок из-за этого какой-то картавый, искаженный звук Р по-якутски Г ставит, да? А вот попытайтесь теперь правшую на левшую переделать. Целое дело. Целое дело. Это тоже буква Г переделать на настоящий Р. Логопеды вы на работу, наоборот, очень усложняете таким способом действия. Потому что вот лыба, когда ребенок в 5 лет говорит, намного легче исправить, чем рыба. Понимаете? Очень трудно, когда ребенок уже привык, он думает, что он идеальный говорит этот звук. И это переделывает очень много сил и времени, и, как говорится, вашего кошелька. Так что лучше не заставлять ребенка, и нормативе это знать. С 5 лет ребенок в норме должен заговорить. Бывает позже, которые с 7 лет, да, с 8 лет начинаются. И даже бывает и раньше. Но в основном именно с 5 лет начинается. Где-то в словах. Если хотите в 5 лет или в 4 задаток хорошего звука Р в будущем, чтобы будет, сейчас смешно будет, научите ребенка баловаться. Вот так делается. Если этот не умеет, значит, уже сигнал. Р не пойдет. В норме может быть и не пойти. Потому что, когда мы так дрожим языком, это же расслабление идет. А некоторые дети не умеют. Я вот начинаю в гости к своим друзьям, всегда вот так балуюсь, язычок показываю. И если уже не делает, значит, уже сигнал есть. И уже начинаю родителям рассказывать, как, что. То есть получается, что наши простые какие-то действия, то есть это в какой-то степени баловство, да, кажется. А на самом деле это задаток на будущее. То есть с детьми нужно играть, проводить время, дурачиться. Правильно. Ребенку надо дать время быть ребенком, а не заставлять уже с 3 лет уже, как дипломинистром каким-либо. Ребенок сам себе обязан, а не нам. Как говорится, вот так. Ну вот если мама, например, заподозрила, что с речью какие-то есть проблемы, вот она так чувствует, куда нужно обращаться, куда идти, кого искать, какого специалиста, первое-наперво. Вот вы, получается, сразу педиатр идете. Педиатр, вы говорите, мой ребенок не проворачивается, или не сидит долго, это уже сигнал, или сейчас-то поперхивается, мне уже надо массаж, да, массаж тела. Тогда вот вас педиатр назначит неврологу, и через неврологу, вот реабилитационный центр, вот реабилитационных центров сейчас очень много по регистрации, да, по поликлинике. При поликлиниках очень много центров на самом-то деле. И еще вот Сувак, да вот недавно они в этом городе уже обосновались. Вот такие центры уже у вас прописка должна быть два раза в год обязательно. Начиная с шести, но вы в шести месяцах не идете к логопеду, вот, берите моего ребенка, она не говорит, не гулит он. Нет, консультацию можно, логопед, вот как я вот сейчас рассказала, да, получается, что надо делать. Но занятие я советую только с трех лет, потому что, ну, можно, ладно, с двух лет, если вот по настоянию у мамы уже сигнал, да, сильный, уже ребенок вообще не говорит. Тогда уже с двух лет можно. Но лучше мамам самим вот до трех лет пытаться научиться и заговорить, чтобы, это чтобы заговорил ребенок. Заинтересованность в их руках, да, получается. И они должны сами где-нибудь в курсы, да, вот, или вот как раз таки артикуляционные упражнения вышли, да, в Ютубе, это... Да, это, наверное, много, да? Дыхательные упражнения очень много. И вот советую даже, вот, как говорится, после семьи, чтобы, вот, профилактика заикания, тоже хамус дайте ребенку, купите, он пускай играет. У нас, как говорится, в народе, у нас в самом она лежит. Я не помню тоже, когда я научилась хамус, я уже держала. Так что не бойтесь, главный инструмент купите, а ребенок сам интересный все равно проявит. Так что в этом плане так. Я отклонилась от вопроса. Нет, все в порядке. Елена Кентьевна, я вас благодарю за интересную беседу и познавательную. Приходите к нам еще. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем обо всем в деталях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова